м привет всем здрасте дорогие друзья с вами кисель и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно того как собирать корабли под торгоидов потому что тема довольно обширная и в данный момент востребована ибо что торгоидское вторжение salvation сверхдержавы цс . две недели и много чего еще все таки я добрался до данной темы ну что ж обо всем подробнее далее с вас как всегда лайк подписочка колокольчика с меня контент поехали торгоидов друзьям можно фармить на совершенно любом корабле будь то хоть кобра сайдвиндер катар и прочее просто от разного корабля по-разному немножко будет собираться fit потому что нет такого что мы собираем fit только так и только так есть примерно три четыре различных варианта как мы можем собрать один корабль на торгоидов так что давайте-ка перейдем к построению fit а но еще пару слов и если вы только хотите погрузиться в мир торгоидов и так сказать научиться с ними вести бой я бы вам рекомендовал бы для начала попробовать средние корабли которые вы сейчас видите такие как фаз края тмк-2 можно и фантома но об этом отдельно поговорим ну и собственно вон там чифтейн чифтейн один из лучших вариантов будет как по мне но не нужно брать challenger и не нужно брать crusader только чифтейн ну и давайте на примере какого-нибудь из этих кораблей я покажу вам как собирать различные fit и на торгоидов и это будет применимо к другим кораблям начнем с вооружения благо она будет одинаковая на всех видах сборок что у нас тут получается мы можем поставить лишь четыре экспериментального вооружения будь то пушка гаусса стражей анти инопланетные многостволки ракеты и прочее ставим четыре пушки и чтобы они нормально сводились от себя могу порекомендовать именно пушку гаусса стражей если вы не знаете что вы хотите и выбираете то посмотрите видео которое я отснял лучшее оружие против торгоидов там тесты всех пушек идем дальше но это еще не все что нам нужно не забывайте торгоиды у нас имеют резис 99 процентов к человеческому вооружению но не его щит который он на себя накидывает после снятия сердца так вот чем прикол возьмем край тем к 2 хороший быстрый маневренный корабль при этом еще и холодный но лишь только четыре орудийных гнезда и поставить туда пучковый лазер с эксперименталкой теплоотдача и с гайкой на дальний бой не представляется возможным без замены одного орудийного слота но эта штука нам нужно потому что щит торгоида не имеет такой резист и вы можете летать холодненький фаофить вокруг торгоида снимая ему щиты они отлетая от него на большой скорости как я это делал на крайте так что друзья тут уже смотря какой корабль и еще момент зенитная установка зенитка которая работает порою в принципе рой можно игнорировать на циклопе и можно игнорировать на василиске но если вы поете уже на медузу и пойдете не дай бог соло на гидру то там без зенитки уже не получится потому что основной урон будет идти с роя и идти он будет очень и очень хорошо по вам но конечно если вы полетите толпой на тот же самый сигнал то в принципе можно и не ставить ну либо одну зенитку у кого-нибудь из команды а если вы полетите друзья на торгоицкие зоны конфликта то там но обычно два-три крыла народу учитывая то что сейчас счет с к думаю с оружием разобрались но еще момент почему я вам рекомендовал чифтейн да потому что сюда можно поставить и 4 пушки против торга и зенитку и еще лазер на теплоотдачу так что присмотритесь к этому кораблю идем дальше основное оборудование сердце нашего корабля так сказать по корпусу здесь стоит композиция активной поверхностью такой не обязателен военный тоже подойдет потому что что потому что резисты нас вообще не интересуют торгуя дом все равно на резисты нужно именно большое количество хп будь то счета либо корпуса и да я говорю про вот этот вот композит усиление корпуса такое же как и здесь но другие резисты а цена как видите меньше блин в два раза к силовой вернемся попозже маневровые двигатели ну естественно максимально возможный класс грязная настройка двигателя и конечно вот распределить тяги такое себе а вот эксперименталка ускорители вам зайдет рамочно-сместительный двигатель в принципе если вы хотите долететь куда-то то ставьте но в большинстве случаев у вас будет либо упор по силовой и вам придется его отключать ну или ставить его в четвертую группу остальное все в первое когда выпустите орудийные гнезда он сам автоматом отключится система жизнеобеспечения в принципе тоже не нужна а класса сэкономим вес увеличим скорость будет меньше жрать силовой и даже если вам выбьют вашу кабину вы все равно сможете синтезировать кислород я покажу четвертое меню снаряжение раздел синтез и вот внизу система жизнеобеспечения и синтезируем никаких проблем распределитель питания друзья ставим максимально возможный класс и быстро заряжающийся только такой и никакой больше вот друзья кстати ставить максимальный класс сенсоров я думаю не нужно можно ставить до класса и также его облегчать сэкономите как силовую так и вес потому что ну вот насколько вы видите это дура весит много а вот что касательно силовой тут уже в зависимости от того какой вид сборки корабля вы выберете в идеале конечно ставить бронированную потому что она имеет повышенную целостность и имеет лучшую теплоэффективность то есть меньше будете греться и даже можно собирать таким образом что вот скажем корветт анаконда у них силовая 8 родная по размеру можно поставить даже седьмую а класса и бронированную это будет прям хорошо и прямо интересно но в зависимости от того какая сборка танковки у вас а вот сейчас переходим к танку первый вариант сборки которые я вам продемонстрирую и он знаете такой для ленивых и соло на него ставить много я бы вам не советовал василиска на таком корабле в таком фите конечно же разберете а вот выше уже друзья могут быть некоторые проблемы смотрим призматический щит либо обычный и делаем его конечно же в усиленный вариант то есть большее количество хп ищите накопители и желательно их использовать попарно то есть вам нужно будет одновременно прожимать две банки и теплоотвод а поскольку на карте есть возможность поставить две седьмые две шестые довольно хороший вариант если вы все же полетите на таком соло выше василиска я вам не рекомендую подниматься может не хватить да и плюс плюс вы можете использовать призматический щитогенератор без банок таким образом если вы летите толпой на вас агра вас бьет торгует ваши друзья с вашего крыла бьют по торгуяду агра переключается если щит у вас упал ниже 50 процентов делаем перезагрузку починку стоя на месте щит восстанавливается сам до 50 процентов а это довольно удобно но повторюсь это не идеальный вариант ну и дальше закидываем все это дело набором усиления корпуса обычным обычный усилитель корпуса но с инженерами не нужно ставить усилители корпуса стражей потому что они имеют меньшее количество хп корпуса которое вы получите да они имеют резисток каустику но будем честны как часто вы попадаете в облако от торгуяда вы просто то не летите и все и не получаете коррозию на корпус и все у вас будет хорошо и ставим конечно же усилитель модуля чтобы танковал данный усилитель они ваши блин модули можно как и стражевский вариант который имеет на 10 процентов больше целостности нежели такого же размера обычный ну либо обычный потому что стражевский жрет у вас на вашу силовую не забываем об этом ставить один или два или три тут уже как вам удобнее допустим если бы я ставил бы его четвертого размера я бы не ставил бы 3 и 1 как то так если там два первых это может быть маловато три первых но еще кое-как ну и добиваем данную сборку со щитами по классике усилителями щита с гайкой надежный усилитель и эксперименталкой супер конденсаторы чтобы было максимальное усиление щитов в плане их количества и до кучи докидываем сюда теплоотводы чтобы не греться неистово когда вы будете использовать попарно банки но на самом деле друзья это такой себе вариант толпой как я говорил да если соло могут быть проблемы да и сборка на призматических счетах с банками считают учета накопителями подходит больше все-таки большим кораблем и да не забывайте то что большие корабли не могут улететь от торгуяда потому что циклоп несется 450 а василиска если не ошибаюсь 530 остальные также 450 когда летите на большом корабле будьте готовы то что если у вас не получится разобрать торгуяда торгуяда разберет вас ну либо вы просто прыгаете в другую систему следующий фитец у нас допустим край там к 2 и мы хотим его сделать и как бы счетами и поиметь некоторые плюсики которые мы можем себе позволить в данных сборках что я имею ввиду возможность ремонтировать свой корабль когда по вам не стреляет торгует либо рой это контроллер дрона ремонтника они у нас как и все дроны имеют такие размеры как 1 3 5 и 7 7 конечно же на корвет на анаконду на катар но а тут 5 ставите ли вы а класс б класс c класс д класс неважно одно и то же самое количество ремонта вы будете получать поэтому я рекомендую вам д класс здесь стоит 5 2 по . но я бы наверное лучше поставил бы шестую просто нам не стоит на другом корабле я ее потерял и конечно же грузовой стеллаж и здесь будет не 6 а 5 32 дрона друзья в пересчете на количество ресурса ремонта это довольно много этого вам хватит надолго поскольку у нас двух поточный щит какое-то время он будет брать урон от торгоида на себя но после его снятия торгует будет уже лупить по вам и таким образом сначала будут вылетать либо внешние модули ну либо уроду по внутренним модулям будет брать на себя набор усиление модуля обычный либо стражей и здесь как раз таки идеально вписывается а пр к блок автоматического полевого ремонта который позволяет вам ремонтировать ваш корабль и вы можете ремонтировать даже фонарь вашей кабины до того момента как ее выбили но остальное просто заставляем здесь усилители корпуса но это еще не все здесь мы уже ставим бронированную силовую установку потому что мы можем себе это позволить нас нет ни банок которые много жрут энергии и у нас щит не призматический а поскольку она нас бронированная лучше теплоэффективность мы можем поиграть от того что будем летать и стрелять под теплоотводами таким образом торгует по нам будет намного хуже попадать а вот ксеносканер ну такое себе чисто если для себя чтобы лучше попадать по сердцу чтобы видеть какое количество хп у сердца какое количество хпл счета у торгоида хотя когда вы будете работать пучковым лазером на дальний бой с теплоотдачей будет анимация снятия счета у торгоида ситуативно на сборка с призматическим щитом соло не полетаешь на сборке с двух по точкой уже полетаешь потому что она быстрее гениться у вас есть возможность поставить дрон ремонтники апрки вы можете сами себе чинить на этом реально уже можно идти соло циклоп василиск ну и так понятно можно и соло на медузу но вам придется делать синтез боеприпасов и касательно выбора вооружения допустим сейчас здесь стоят осколочные орудия стражей модифицированные второго размера в пересчет на количество боезапаса и нанесенного урона урона здесь вы нанесете больше нежели за весь боезапас гауссов ки как это будет выглядеть вы прилетаете на торгоида сносим хп открывается сердце выносите сердце и дальше либо пучковым лазером снимаем либо отлетаем от торгоида и просто летим в точку за это время чиним свой корабль и апр к чиним модули потому что средние корабли как я и говорил имеют скорость гораздо больше нежели большие это позволяет разорвать дистанцию с василиска могут быть проблемы но на этом крате я летал и на василиска и от него улетал потому что если он летит на вас вы разворачиваетесь на фаофе делаете бус другую сторону пока он там развернется вы уже разорвете дистанцию ну и прожимайте бусты почаще и следующие друзья третий вариант сборки вообще без счетов у нас точно также должен находиться грузовой стеллаж дрона ремонтники точно также у нас здесь стоит апр очка ну и наборы усилители модули стражи либо обычные которые мы будем с помощью оперки ремонтировать остальное все делаем в корпус но наш корабль по умолчанию становится холоднее потому что меньше используется силовая и тут уже мы можем даже позволить себе поставить силовую на класс меньше тогда у нас была 7 бронированная а сейчас у нас 6 бронированная но здесь мы уже живем реально благодаря теплоотводом и кстати вот то что сейчас скажу относится ко всем фитам допустим у вас четыре пушки 4 вот такие разделите их попарно не стрелять и сразу четырьмя стреляйте по две так будет реально удобнее и проще контролировать температуру корабля но здесь уже как бы лучше ставить конечно же лазер на теплоотдачу да и вообще вообще-то у нас есть такой корабль как фердилансы мамба у них дополнительных слотов ну внешнего оборудования уже не 4 а 6 и там можно прямо разгуляться также ставим 4 гауссов ки допустим 2 размера разделяем их попарно ставим четвертый пучок на теплоотдачу чтобы охлаждаться прям неистово либо 3 что позволит вам стрять вообще без остановки им и теплоотводов будет больше но все равно вам придется делать синтез если вы уже пойдете выше василиска теплоотводов вам не хватит придется синтезировать и еще один интересный момент такой сборки я могу позволить себе лететь с таким вот распределителем 4 в оружие два в движке таким образом чем больше нас энергии в нашем оружии меньше греется корабль при использовании вооружения на предыдущей сборке которая через двух по точку ну вам наверное лучше летать вот таким вот образом а когда вам щиты проносят отлетаете от торгоидов 4 в систему либо 2 в систему 4 в движке и просто сваливаете и ждете ребута счета и его восстановления а тут мы можем реально летать просто вот так вот это играет очень большую роль в плане температур и распределителя обратите внимание сейчас я просто-напросто буду стрелять скажем когда у меня две тычки в оружие распределитель просаживается компьютер господи компьютер корабль нагревается и прочее сейчас у нас тянет я вам покажу что будет когда у вас будет 4 в распределителе смотрим температура как вы заметили меньше там было 240 а так мы прогрелись на гораздо меньшее количество но все же друзья не забывайте использовать блин теплоотводы когда стреляете по торгоиду реально не забывайте об этом просто жрите их по кд теперь давайте друзья подытожим если вы летите толпой даже скажем одним крылом по барабану какой у вас fit в том плане то что не обязательно собирайте хиты без щитов либо на 2 поточке можно смело брать призматические щиты и накинуть еще щита накопителей на всякий случай чтобы если вы блин попадете под торговец к умолнию вам снесли щиты могли либо восстановить с помощью банок либо сделать ребут и после этого восстановиться с помощью банок если вы полетите соло то такой вариант уже довольно плох потому что агра переключаться ни на кого не будет она будет вечно находиться на вас и тут два варианта на 2 поточке с быстрым регеном под теплоотводами стреляем а парочка чинимся дронами чинимся либо вообще без щитов у вас вам счастье но в любом случае руку придется на торгоидах понабивать циклоп василиск вообще без проблем на любом корабле зайдет а вот уже выше могут быть проблемы проблемы связанные со синтезом боеприпасов вам их просто может не хватить на закрытие одного торгоида и в этом есть проблема потому что фармить скажем медузу ли гидросола смысла я что-то в этом не вижу можно спокойно фармить василисков и веселиться ну а если толпой то там уже и медуза и гидра но с гидрой все же все равно получается долго да и фармить вы будете скорее всего не в сигналах а в зонах конфликта а там появляются все возможные торгоида и после закрытия данной зоны появляется гидра и разбирать ее вам либо нет это уже ваше дело мы это делали это занимало как и 10 минут так и 20 и 30 и один раз это длилось целых аж 40 минут поэтому друзья выбирайте на чем полетите выбираете с кем полетите и на кого полетите заранее они в попыхах собирать fit надеюсь все подробненько объяснился подробненько показал если какие-то вопросы будут пишите в комментарии я отвечу но я не знаю нужно ли делать видео где я показываю как нужно биться с торгоидами потому что как бы были стримы насколько вы знаете вот буквально недавно и еще в скором времени будут и делать ли отдельные видео на тему того как разбираться с циклопом как разбираться с медузой как с василиска ну и так далее не знаю нужно не нужно скажите мне ответьте надо вам это или нет а у меня на этом все всем спасибо за ваши просмотры лайкосики подписочки и все это прекрасное в описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно или денджерс которая для вас отснял друзья и там уже свыше 700 видео и это действительно много со временем конечно же видосов будет больше главное чтоб фронтитры завозили контент чтобы было про что снимать потому что снято уже почти все плюс будут и ссылочки на социальные сети такие как трава где проходит стримы группа в vk дискорд сервер телеграм-канал и яндекс дзен буду счастлив если вы подпишетесь спасибо а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока увидимся с вами завтра ну или сегодня на стриме до встречи